7 тысяч участников. Кубанское казачье войско прошло парадом по театральной площади в Краснодаре в минувшую субботу 22 апреля. Торжество началось с выноса войскового знамени и регалий. Принимал парад казачий генерал Николай Далуда. Войсковой атаман напомнил о трагических страницах истории 20 века. Уклад жизни казаков, их культура, традиции, преданность отечеству, дисциплинированность и ответственность превратили казачество в огромную общественную силу, которую боялась новая власть. Когда каратели пришли на казачьи земли, целые станицы поголовно выселялись, а их жители расстреливались. Кубань стала местом казачьей Голгофы. Количество жертв репрессий было чудовищным. Кубанские хутора и станицы опустили, а на смену традиционному укладу жизни пришли голод, разруха и страх. 26 лет назад пришло время восстановить историческую справедливость. Отношение к казачеству в корне изменилось. Сегодня мы делаем все, чтобы казак снова был настоящим хозяином на своей земле. Вам снова доверили охранять границу, охранять наших детей, общественный порядок в наших городах, в станицах и селах. А кубанское казачье войско снова стало сильным и экономически независимым. В нашем городе-курорте без малого 2000 казаков приняли на себя обязательства понесению государственной службы. Наши казаки в праздничном строю. Проходит коробка Анапского районного казачьего общества. Ее идет атаман Анапского РКО Валерий Александрович Плотников. В РКО 23 первичных казачьих общества, более 2000 казаков. Они отстаивали независимость Приднестровья, стояли на защите косы Тузла. В Анапе крепнет связь поколений. В наших школах открыто 33 казачьих класса и 15 казачьих групп. Глава курорта отмечает традиции казачества, объединяющая сила. Это не демонстрация силы. Это демонстрация единения. Это демонстрация того, что на Кубани есть и остаются те традиции, которые были заложены нашими предками. Я горжусь, что в Анапе есть районное казачье общество, в которое входит 23 сельских хуторских казачьих общества, которые, кроме того, что они несут государственную службу, они оказывают очень серьезную поддержку тому, что на территории сегодня есть местное самоуправление, которое руководит всеми процессами. И поддержка казачьего общества, я ее чувствую ежедневно.